добрый день всем сегодня у нас 6 ноября 2018 года и начало месяца я александр проведу с вами для вас обзор по рынку форекс на ноябрь 2018 года в сегодняшнем видео как обычно мы разберем основные валютные пары а также такие инструменты как золото и нефть хотелось бы опять же сказать спасибо что смотрите мои ежемесячные обзоры думаю что они помогают вам в торговле принимать правильные решения составления торговых планов ну и возможно приносит это положительный результат и поэтому чтобы ваши время мои обзоры и далее были вам полезны были могли своевременно их получать смотреть и так далее вот подписывайтесь на канал youtube герчик и к нажимайте колокольчик рядом кнопочка подписаться ставите лайк делитесь добавляйте в понравившееся видео если у вас возникают какие-то вопросы по текущей рыночной ситуации по рынкам и так далее то есть сюда можете задать вопросы в комментариях внизу под видео хотелось бы еще сказать что на текущий момент в компании герчик и к проходит регистрация на 4 сезон конкурса на демо счетах в течение трех месяцев участники показывают свою торговлю и согласно правилам 55 победителей получат по 1000 долларов в управлении это как раз будет интересно для тех кто у кого вернее нет возможности торговать на достаточно серьезных счетах в общем как раз конкурс для таких целей и предназначен но теперь давайте перейдем уже как обычно к нашему обзору рынка и начнем его салютной пары евро доллар и так евро доллар какие бы ожидания нас были на октябрь на октябрь мы ожидали снижения ключевой области поддержки в районе 1 13 33 1 13 98 вот в эту область поддержки мы ожидали в общем-то снижения что в принципе произошло и мы видим на текущий момент цена в общем-то показала увидела бы мы так эти об этом область поддержки и показала дальше коррекцию на текущий момент у нас по евро остается очень нисходящая тенденция если помните мы на прошлом обзоре я показывал вам график по отчетам все эти составлены то есть настроение будет так медвежьих и бычьих настроений на рынке по данной валютной паре и здесь мы отмечали что как раз евро находится в такой точке как раз между бычьими и медвежьими настроения словно так прохождение вот этой нулевой отметки красной линии это зеленый график то есть показывал бы нам о том что медвежье настроение будет на рынке преобладать и соответственно мы увидим продолжение общее продолжение снижения данной валютной пары и отмечали что для этого необходимо чтобы данный показатель опустился ниже нулевой отметки на текущий момент мы как раз это и наблюдаю конечно это не значит что цена сразу должна ринуться вниз и будут конечно коррекционные движения и коррекционный рост и так далее поэтому на текущий момент но на текущий момент мы все же рассматриваем любой любой восходящее движение как коррекцию и возможность входа для продажи по данной валютной паре сейчас ключевая область поддержки которой мы подошли находится в районе 1.1333 и 1.1368 вот эти два значения будут достаточно интересны и для того чтобы цена дальше продолжила снижение для этого необходимо в общем то закрепиться ниже как раз вот отметки 1.1333 вот если же дальнейшем будет коррекционное движение то пока основа мы рассматриваем не выше 1.1578 1.1598 вот в эту область 20 тиков примерно принципе цена может откорректироваться как это было и в прошлом месяце то есть мы эту область рассматривали как ключевое сопротивление от которой можно было бы рассматривать интересные входы на продажу и вот движение как раз до ближайшей зоны поддержки у нас произошло вернее не нас а по данной валютной паре произошло ключевые уровни поддержки и сопротивления как мы понимаем практически остались без изменений то есть она торговалась но вы в принципе видите можете увидеть сейчас их на экране и отметить у себя на графиках далее следующая валютная пара следующая валютная пара у нас британский фунт доллар здесь что у нас ситуация какая складывается то же самое мы отмечали как ключевую область сопротивления в районе 1.3201 1.3270 то есть и в принципе мы видим что цена так ее и не смогла преодолеть и было очень хорошее движение на продажу как раз от значения 1.3230 то есть видите цена не закрепилась выше данной отметки закрытия выше не было и вот повторное тестирование данного значения давала в общем то возможность войти в рынок с очень маленьким риском и взять практически движение в рамках данного диапазона то есть все движение от верхней границы до нижней практически без каких-то серьезных коррекций вот как раз вот именно здесь сложилась та ситуация когда риск и потенциальная прибыль были были достаточно очень привлекательны с точки зрения как раз именно соотношения прибыли риск ну для кого такие моменты достаточно сложные ну в плане да я имею ввиду рисков и так далее то есть компания герчик как раз есть такая возможность установить риск менеджер с помощью которого можно ограничить свои убытки или потери вот данный сервис предоставим бесплатно далее по британскому фунту какая ситуация у нас как мы видим что цена это отбилась от области 126 80 126 97 то есть протестировая практически тик-в-тик раз уровень поддержки 129 7 126 97 и пошла снова к середине данного диапазона на текущий момент более долгосрочные уровни сопротивления поддержки у нас остались без изменений та же самая остается у нас область 132 и 132 70 это верхняя граница диапазона и нижняя граница диапазона 126 80 126 97 пока мы все-таки пока цена торгуется ниже верхней границы диапазона то есть мы все-таки ожидаем снижение и возможное ну опять же это до конца года возможно будет вот что цена попытается преодолеть нижнюю границу данного диапазона и снизится вполне возможно вот конечная цель нисходящего движения на отметке 122 95 вот но опять же это будет в том случае если цена преодолеет отметку 126 80 сейчас ближайший уровень поддержки находится на отметке 129 55 и для того чтобы как раз она снизилась подошла снова к этой области поддержки необходимо закрепиться ниже отметки 129 55 только после этого уже можно будет говорить достаточно хорошая доля вероятности что мы все-таки подойдем нижней границы и попробуем повторно ее протестировать и уйти дальше конечно по британскому фунту здесь могут вмешаться и другие в общем-то обстоятельства это знаете вы и brexit вот постоянно новости которые выходят по как раз именно выхода великобритании из еврозоны частенько подливает масло в огонь и цена бывает достаточно торгуется волатильна поэтому здесь стоит на это обратить внимание далее ключевые уровни поддержки и сопротивления по данной валютной паре вы видите сейчас у себя на экране опять же те практически у нас остались они без изменений следующий инструмент это у нас австралийский доллар доллар сша здесь мы тоже хотели бы отметить как раз вот интересную сложившуюся ситуацию давайте рассмотрим ее какая у нас ситуация на рынке тренд конечно остается у нас пока нисходящий вот общая ситуация на рынке но в принципе в конце октября месяца в общем то как мы предполагали в начале октября что цена все-таки должна дойти до отметки 1 070 22 что в принципе она сделала показала минимум 070 20 практически опять же пару тиков здесь тестирование данной области поддержки и с очень маленькими рисками здесь также была возможность входа как раз именно вот от этой ключевой ключевой цены 070 22 то есть возможность входа наверх то есть видите движение было более 200 пунктов наверх практически с маленьким риском там 20-30 тиков не более вот то есть отношения здесь было по прибыли у вас если бы использовали данные уровни поддержки сопротивления в своей торговле то в принципе и соотношение у вас бы здесь составляла примерно на текущий момент 10 к одному за что хорошее соотношение прибыль риск вот но а возвращаясь опять же вот к этому графику который я говорил то есть мы видим зеленый индикатор это индикатор по составленный по отчетам серти показывают нам что мы находимся как раз то есть в зонах где в тех зонах где очень достаточно большая вероятность начало либо коррекции либо в общем-то достаточно серьезного разворота наверх что в принципе и произошло по австралийскому доллару как раз подход к очень сильной области ценовому значениям это фундаментальный уровень 70 22 на текущий год то есть рассчитан еще определен был в начале 2017 года 18 года прошу прощения вот то есть принципе вот цена его сделала и пошла как видите наверх поэтому опять же используют как раз вот такие вот моменты как отчеты сети и ключевые фундаментальные ценовые значения которые мы используем как уровни поддержки сопротивления то есть можно будет искать такие вот достаточно интересные и хорошие областях для входа в покупку либо продажу с минимальным риском из очень большой достаточно большой потенциальной прибыли соотношение как видите может быть 10 к одному а то и более но на текущий момент поэтому мы видим что коррекция в общем-то пока продолжается и принципиально усиливается и вполне возможно что мы будем ожидать и рост до отметки 0.7284 по крайней мере на этот уровень стоит обратить внимание и в зависимости от того как цена себя поведет здесь можно рассмотреть в общем-то и продажи все-таки стоит отметить что доллар пока остается ну бы мы так в бычьих настроениях по отношению к другим валютам соответственно более фундаментально здесь коррекция скорее всего как закончится вопрос куда она дойдет наверх вот сумели преодолеть отметку 0.7284 и уйти выше и здесь как мы видим также находится достаточно много ключевых уровней сопротивления это у нас и 0.7325 0.7360 0.7412 достаточно серьезная область и любого из этих значений цена в общем-то может определить одну обозначить как ключевой уровень сопротивления поэтому пока мы рассматриваем ближайшие 0.7284 и смотрим как цена ведет по отношению к данному значению далее у нас идет 7325 я говорил 7360 уже проход выше 7412 то есть однозначно то есть это вот верхняя граница вот этой области сопротивления 7412 однозначно уже будет нам говорить о том что рынок ну будем говорить так уже медвежное строение будет под достаточно большим вопросом и цена может уйти даже и выше вот учитывая что у нас в принципе данные ценовые расчетные значения и сезонность по австрийскому доллару будем говорить так присутствует как раз именно на осенний период здесь можно рассчитывать на достаточно хорошее движение как в плане роста случае пробоя всех этих ключевых областей до отметки аж вплоть до 0.7540 но опять же в случае снижение снижение до 0.6822 то есть вот такие вот перспективы поэтому здесь опять же мы находимся в середине данного диапазона верхнюю границу которую я уже обозначил и нижняя граница опять же тоже практически без изменений добавился только только уровень поддержки 0.7072 то есть на него тоже стоит обратить внимание и если цена все-таки закроется ниже будет закрываться ну ближайшее время ниже данного значения то это принципе будет предпосылкой к снижению дальше вниз но пока мы видим что цена торгуется верхней части данного диапазона выше отметки 0.7186 также ключевое значение поэтому пока мы этот медвежий сценарий немножко отложили по временным ранг посмотрим как у нас будет отрабатываться данная область сопротивления опять же здесь можно искать этих ценовых значений можно искать достаточно интересные возможные точки входа на продаж далее следующий валютный инструмент мы с вами рассмотрим ну сначала представлю вам на экране то есть те ключевые уровни поддержки и сопротивления по австралийскому доллару который о которых я сейчас говорил далее следующая валютная пара у нас доллар сша канадский доллар давайте перейдем к нему доллар сша канадский доллар здесь мы на прошлом обзоре который выходил в начале октября как раз отмечали возникшую ситуацию с интересным моментом для входа на покупку как раз именно в эти дни был как раз обзор в начале месяца и как раз возникла та ситуация о которой мы говорили и отмечал что можно искать моменты для входа наверх с целями как раз вот именно цель наша была 1.3200 но мы видим немножко цена не добежала до этой цели вот но все равно то есть мы видим практически на 90 процентов данное движение у нас выполнено вот сейчас у нас ближайший уровень сопротивления 1.3155 ближайшая поддержка на 1.3033 вот сейчас у нас восходящее движение в общем-то продолжается здесь что кстати интересно бы хотелось отметить вот как раз опять же обработанные отчеты по грани отчеты сети по и валютной паре доллар сша канадский доллар здесь единственное что стоит отметить что надо понимать что на отчеты выходит по фьючерсу данной валютной паре то есть по фьючерсу канадского доллара и соответственно он торгуется по отношению к доллару то есть соответственно здесь будет так график перевернут то есть если мы видим здесь снижение данного показателя то есть это зеленая линия то это говорит о росте валютной паре доллар сша канадский доллар то есть соответственно рост доллара против канадского доллара вот сейчас опять же мы видим что цена торгуется не вернее цена а данный показатель находится ниже нулевой отметки и снова подошел очень вплотную к нему. Учитывая и фундаментальный момент, и технический анализ, и в общем-то все расположения цены по отношению к ключевым уровням. То есть здесь мы ожидаем, что все-таки канадский доллар продолжит снижаться против доллара США. То есть на графике вас показывать будет рост. И соответственно есть потенциал, куда у нас еще наращивать, будем говорить так, медвежье настроение на рынке. То есть по открытым позициям. То есть соответственно можно ожидать еще продолжение роста валютной пары доллар США канадский доллар. Поэтому цели 1.32 у нас остаются актуальными и следующая цель будет на ближайший уровень сопротивления в районе 1.3325 вот здесь 1.3332 вот это следующий уровень сопротивления в область, которая в принципе будет для нас интересна, как цель куда мы видим может дойти данная валютная пара. Ближайший уровень поддержки я уже сказал. То есть ожидаем, что все-таки вот это коррекционное снижение, которое длилось у нас практически 4 месяца в общем-то уже преодолено. И в принципе вот сейчас тоже на текущий момент возникают условия такие достаточно интересные, чтобы войти на покупку по данной валютной паре то есть с минимальными рисками и движениями ну по крайней мере ожидая пробой вот 1.3155 с первой цели до 1.332 и далее когда я уже сказал до 1.3325 1.3332 вот такие могут быть интересные перспективы как раз ближайшие сегодня как раз или завтра то есть можно рассматривать входы на покупку по данной валютной паре по крайней мере я это рассматриваю. Далее ближайшие уровни поддержки и сопротивления по данной валютной паре вы видите сейчас у себя на экране. Следующий инструмент у нас это доллар США японская иена рассмотрим данную валютную пару сейчас я к ней открою график по данной валютной паре здесь то же самое мы ожидали рост данной валютной паре то есть снижение японской иены по отношению к доллару вот на текущий момент где она находится как мы отмечали в октябре ключевая область поддержки мы рассматривали на отметке в районе 112 и 111.90 сейчас формировался уровень поддержки то есть он будет у нас сейчас являться в общем-то ключевым. положительным для продолжения роста является то что цена смогла закрепиться выше отметки 112.674 вот и сейчас у нас формировался такой вот небольшой диапазон с поддержкой 112.674 и сопротивлением 113.238 то есть ожидаем что цена преодолеет 113.238 и пойдет дальше наверх до 114.195 и возможно далее на 114.927 то есть вот такие ожидания перспективы по данной валютной паре ближайшая поддержка обращаю внимание это 111.900 то есть будет достаточно важным но это еще не отмена восходящее движение отмена у нас как и месяц назад и также в сентябре остается область в районе 110.200 110.421 вот эта область поддержки остается ключевая которая окончательно уже отменит все восходящие движения и соответственно уже говорить о более продолжении роста уже будет достаточно проблематично ключевые уровни поддержки сопротивления по данной валютной паре вы видите сейчас на экране то есть сопротивление и поддержка те которые я указал сейчас на грамме далее следующий инструмент это у нас золото золото какая ситуация на рынке ну по большому счету мы рассматриваем данный рост это еще пока не смена нисходящей тенденции вот здесь мы отмечали месяц назад ключевое значение это 1 1243.8 как ключевой уровень сопротивления и как мы видим что цена как раз в конце месяца его протестировала и опустилась примерно на середину данного диапазона то есть диапазон у нас поддержка в районе 1100 1280 и сопротивлением 1243.8 вот поэтому для продолжения роста данное значение у нас остается ключевым и закрытие по итогам дня либо недели выше данного значения обращаю внимание не проколу такой вот а именно закрытие по итогам дня либо недели выше 1243.8 уже однозначно можно говорить что данное восходящее движение продолжится и скорее всего может быть достигнута отметка даже 1272.3 1277.4 то есть вот такие могут быть перспективы по данному инструменту но пока учитывая как бы все моменты мы видим что цена не очень хорошо получается не преодолеть данную отметку возможно может быть будет повторное тестирование данной области сопротивления то есть в районе 1243.8 и только уже пробой как я говорил даст возможность к более высоким ценам по данному инструменту но пока мы данные не рассматриваем и рассматриваем все таки что цена не сумеет преодолеть данное область сопротивления отобьется и по крайней мере снизится в рамках данного диапазора ну вообще ноябрь месяц будет достаточно важным для канадского доллара ой для канадского для золота и соответственно то есть посмотрим как будем торговаться с понижением либо с повышением вот этот месяц будет торговаться в общем-то это будет уже говорить нам достаточно о многом мы ожидаем в общем-то торговлю с понижением поэтому данный рост в принципе интересен как раз будет в плане того чтобы войти с минимальными рисками как раз от этой области сопротивлениями ну с целями по крайней мере до 1191.9 вот промежуточная цель у нас на 1215 ну и далее до 1180 в случае реализации данного сценария цель снижения может быть до поддержки 1156 вот такие вот могут быть ожидания по золоту ну а в случае пробоя я уже говорил куда в общем-то может дойти цена до каких уровней сопротивления вот далее ключевые уровни поддержки и сопротивления по золоту вы сейчас можете увидеть себя на экране нефть давайте перейдем рассмотрим нефть снижение у нас происходит в общем-то мы отмечали на прошлой в прошлом обзоре что цена достаточно высоко поднялась и в принципе мы ожидали коррекцию вот достаточно серьезная получилась коррекция по нефти на текущий момент ну что здесь важно отметить здесь важно отметить что цена пока все равно торгуется выше ключевой отметки 60.42 вот поэтому пока данное снижение мы рассматриваем коррекцию и пока цена будет торговаться выше 60.42 все-таки мы рассматриваем что цена еще пойдет наверх насчет обновления годовых максимумов скорее всего это будет проблематично поэтому вполне возможно что до конца года цена останется как раз именно в коридоре с поддержкой 60.42 ну и максимум текущего года на ближайший месяц ближайшие ключевые области ключевые сопротивления это у нас 62.42 и 61.64 на текущий момент поэтому преодоление их ну будет скорее всего цена не преодолеет данные области хотя если преодолеть здесь у нас другая область поддержки значение вернее 60.42 который уже в принципе здесь достаточно высокая вероятность отбоя и движения наверх в случае роста можно ожидать рост до отметки 65.31 66.18 вот такие вот два ближайших ключевых значения ну более долгосрочный это у нас 68.12 хотя в принципе не достаточно волатильный инструмент и любое событие может подтолкнуть в общем-то к достаточно быстрому росту поэтому здесь неудивительно что цена может и подскочить до отметки 68.12 ключевые уровни поддержки и сопротивления вот вы видите у себя сейчас на экране на этом мы заканчиваем наш ноябрьский обзор по рынку форекс а также золоту и нефти спасибо всем кто смотрит мои видео обзоры еще раз хочу сказать если вам понравятся мои обзоры ставьте лайк подписывайтесь на канал Герчиков удачи вам в торговле не забывайте оставлять комментарии задавайте вопросы внизу под видео спасибо всем за внимание и до встречи через месяц уже в начале декабря на обзоре на новом до свидания до свидания